Фронт Большой город Можно сказать захолустье Хотя здесь Procter & Gamble И мощнейший завод General Electric Для самолетов Значит там Ну конечно проблемы большие Видите у меня все зелененькое Я уже в В Милитаризованном Так ну-ка сейчас вот это Вот так нормально В милитаризованном Состоянии но нет конечно же нет Всегда Спрашивают обычно на каких-то Больших Русскоязычных Русско понимающих Блогеров там что Ты думаешь об этом что ты думаешь об этом что Я вам сейчас скажу что я думаю вот обо По всем этом Конечно же трагедия И не сегодня завтра Это происходит но Сейчас я постараюсь объяснить Назревал это какой-то конфликт да Потому что на люди люди Засиделись дома Все закрыто все Все перекрыто Некоторые города отпускают Некоторые люди Сознательные Некоторые люди Несознательные В общем Конечно такие протесты Это не протест То что сейчас происходит Это не протест Это хулиганство Мое мнение И Немного отступлю Про разговоры О чипизации И прочее Там контроля Населения И прочее Посмотрите Видео Где в Атлантии Пытались Протестовали Это не протест Еще раз Какое-то хулиганство Протестовали Ну это я так буду уже называть У Офиса СНН Вот если бы была бы чипизация У каждого в очке Был бы чип Или в голове И бы там кнопочку включили И все бы разошлись Там Полицейские пострадали Там Пострадали Якобы Эти протестующие То есть На Фоне Вот Таких Нормальных Протестов Начинается всякая Херня Вот это что Вот это мне не нравится То есть Конечно Выходят белые Чернокожие Белокожие Белокожие Звучит хорошо или нехорошо Ну Чернокожие Так наверное Более мягче Что ли сказать Но в основном Есть Активисты Есть Священники Есть Люди обыкновенные Инженеры Плотники Как при Савдепии Да Строители там Врачи и прочее Но среди них Огромное количество криминала Тоже То есть Процентные Отношения В США Это 13% По-моему 13% Что-то в этом духе Чернокожего Населения Подавляющее количество Сейчас Процентные наверное Это тоже Какой-то процент Левые все Наверное Но огромное количество Криминалов Вы сами видите У вас там даже Любят Как сказать Хайпануть на этом Да Очередное там Насилие Ну и кто конечно же Да Стрелки вот эти Одиночки Они всегда белые Чернокожие Такого не делают В общем это все Так вот На этническом На Расовом Уровне Перемешалось Я могу вам сказать В Огайо Скорее всего Ничего не будет Потому что В Огайо Из-за этого Штат Все происходит В штатах Где Одно Либо другое Либо Демократы Либо Республиканцы Где штаты Сбалансированы Как Огайо кстати Я немножко удивлен Кентаке Но я еще не смотрел На информацию четко Где штаты Вот баланс То есть сосед у меня там Демократ А через дорогу Сосед Республиканец Я Провокация Буба Кики Буба Кики Первый раз Напиши Ты девушка Или Мен Никакой Сексуальной Ориентации Просто Статистика У меня не много людей На канале Приходит Случайно Так вот Провокация Ну Разверни Разверни Мне это вот Очень интересно тоже Провокация Конечно же Это вопиюще То что сделал Это Беложопой Полицейским Даже нельзя назвать Какой-то блин Садист Что ли Тем более Знают Этот Миньян Миньян Миньянаполис Какой правиль Мэн Окей Мэн В этом Миньянаполисе Я ни разу не был Я был в Детройте С Робом Мы ездили На выставку Давным-давно В 2008 году Когда мы приехали К подъезду Детройта У меня была Старая еще тачка Старый Фольц И там не было Вот этих автоматических По-моему не было Закрывания Вот этих защёлок Дверей То есть нужно самому Если Такого Сейфти не было Короче подъезжаем Уже к городу Роб Роб Закрыл Я говорю Ты чё закрыл? Он говорит Типа так надо И уже братушки Такие пошли Типа они уже стоят Там на это самое На тротуаре И уже так Чинь-чинь-чинь-чинь Ну у меня рожа Бешеная тоже Взгляд бешеный На меня смотреть Не надо так Вот Братушка Встретился с моим взглядом У меня сразу написано Забью Вот И так чё-то То есть вот Уже Районы Города И прочее Прочее Это Миннесота Посмотрите Посмотрите По-моему она Демократическая И там всё мягко Здесь мягко Здесь мягко Здесь мягко Никто ни слова не скажет Что так делать нельзя Будет там Politically correct Да Ну там Ничего страшного Да Ну там Сгладим все углы А вот здесь ещё там Притупимы эти углы Понимаешь И вот это вот говно Демократическое Всё начинается с неё Якобы Демократическое Слово не скажи Я вам рассказывал Про почту Как я остановил Не раз если не рассказывал Ещё могу рассказать Как я Был В негодовании Всё-таки Обратился Через Маму К этому ребёнку Обоим Сделал замечание Такого не будет Типок Пишет 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 Так 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 Видел видео как Комментарии Типок В чёрном, в маске и зонтом бьёт витрину. Ага, потом этот же самый магазин попадает в выпуск наших новостей. Только время съёмки вечера. Ага, такое ощущение, что специально создают ощущение. Ну, как тебе сказать. Конечно, провокаторов много. Есть просто обморозков куча, которым делать нехера. Идут и просто греют, ну, как говорится, по-русски, правильно. Ну, типа, размяться. Слыши ссылку. Ссылку, наверное, если не на YouTube, не пиши. Потом название вот этой статьи или прочее. Потому что YouTube сейчас всё колбасит. Может, даже мой стрим сейчас ни в какие не идёт. Наверняка. Потом, наверное, народ под воздействием пропаганды. Я говорю о русско-понимающей среде. В основном я так по настроению. То, что, по крайней мере, ко мне люди приходят. Ждут, что-то произойдёт в США. Какого-то распада и прочее. Ребят, как бы вам этого не хотелось. Здесь настолько мощная система. Один или другой. Демократическая система, да? Полицейского государства. Что по одному или по другому пути они это всё дело замнут. Короче, замнут. Сейчас не в войска. Ну, что-то будет сделано. На какое-то время... К CNN я вот смотрел. И Fox я смотрю оба. Люди просто... Вернее, полицейские эти все покинули. Вот это... Где основное событие... Так. Отлично, молодец. Супер. Да, здесь опять же говорю. Белый, чёрный, зелёный, синий. Какой там русский, нерусский. Здесь разницы нет никакой. Это хулиганьё. И вот наверняка провокация. Коротко. Если можно. Что случилось с мионяня? Пётр, привет. В Минианаполисе убили вот этого чёрного мужика. Задушили прям на глазах у людей. Причём стоял другой полицейский в руки вот так вот. И ничего не сделал вообще. То есть, вот смотрел. И люди проходили, кричали. Что бы я сделал? Всё-таки, наверное, я этого, вот этого... Я серьёзно, потому что мне похеру всё. Я бы подошёл к нему как-то напором, наверное, своим. По-русски стал бы с ним говорить. Чтобы он ногу снял с шеи у этого чудака. Может, они его закрутили потом и, так сказать, разобрались. Но это, блядь, произвол. Да, хорошо. Потом заценю. Может, даже видос запишу. Да, на фоне этого выступает очень много радикалов всяких. Каких-то бледей там, сидящих где-то в лесу. Понимаешь? Им ручь... Как же по-русски? Руки размять. Понимаешь? Они там сидят, делать им нехера. Они не заняты ничем, кроме там бухают и там колются. Им нужно экшн какой-то. Вот они пошли на эту экшн. Наверняка что-то там подстрекало. Опять-таки, я сижу здесь в бейсмент. Я смотрю телевизор, два канала, небольшие новостные строчки. Ну вот, то есть, народ, возвращаясь к описанию, народ, видя это, ну это действительно, это беспредел. Причем, наказание этому полицейскому, из-за того, что он полицейский, что это за херня? Полицейский при таких, ну это просто какое-то нечеловеческие отношения, жесть. То есть, такое впечатление, и все вот эти тоже слушают, все эти государственные там умы, что будет? Значит, ему дают меньшую степень, точно я, ребята, опять-таки, но ему дают меньшую степень какой-то ответственности, что у него какие-то обстоятельства и прочее, 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 и в конечном итоге, наверное, может быть, сольют этого полицейского. Ну, вряд ли. Теперь уже народ поднялся просто. Его, конечно, сейчас, как там в этом штате смертной казни, наверное, скорее всего осталось. Погуглите, посмотрите, напишите потом. Его сразу, там, суда не приведут приговоры в исполнение, но тридцаточку, настоящую тридцаточку до конца жизни. Причем, скорее всего, в Тюряге он, ну там это никак, у них совсем другие вещи здесь, чем в бывших Совковых и прочих. Все по-другому, я не спец, но просто я смотрю, что по видосам здесь все по-другим, типа понятие. Но чувак, типа, будет очки драить практически до конца, то есть он будет чмо, он чмо уже. Вот, так что вот такие, ребята, дела, воду я больше лить не хочу, в смысле здесь нечего обсуждать. То есть народ, вот рожей в асфальт вас могут закатать в любой момент. Я иду на курсы, вот сейчас уже более-менее, по-моему, в офис мы пойдем восьмого, через неделю, мы переезжаем в другое здание, это отдельная история. Я иду на курсы, чтобы я мог носить свой пистолетик при себе. Все выучу, все определенные, какие нужные обязательства, там, ну, курсы и прочее, документы и прочее. Хочу носить пистолет при себе. Вот так. Автомат мой уже делается. Ну, не автомат, я имею в виду rifle, не автомат, он карабин, карабин. Карабин имеется в виду автомат, конечно, не автоматическое оружие. Ребята, если вопросов у матросов нет, быстренький такой ревью. У нас все, опять же, дополнение. Америка, это от Калифорнии до, это настолько все разное. Где-то поселение в глухих лесах, там вообще до них... Мы как, вот мы в нашем Огайе такой кокон. Здесь тоже происходят всякие вещи, вещи. В конечном итоге был какой-то стрелок, да, год-полтора назад. Все-таки был масс-шютинг такой. Но сравнивать, допустим, наш штат. Они все похожи визуально, но в головах у людей совсем другая каша. Невероятно. В общем, я просто слов матерни не хватает. Может, пойти на канал Неудачника, там матом, как Минаев, зафигачить. Но пока еще у меня до такой степени не накипело. В общем, панк-рок. Ну, поверьте, по опыту Америка сейчас вот это все говно пройдет. Там ведут, наверное, войска или какие-то милитаризованные, или местные какие-то там активисты. Все это дело примнут, замнут. И будут опять восстанавливать все, как обычно в Америке делается. Так, Америку ждет судьба СССР. Что значит, в вашем понимании, этот вопрос под видео? Ну, распада по штатам или кто-то будет объединяться, вот что я имею это в виду. Ну, в основном так люди, это опять-таки моя догадка, в русскопонимающей среде ждут распада, я не прав? Напишите, ребят, ждут распада Америки, чтобы в Америке был кирдык. В основном, вы же этого хотите, вы, я имею в виду, по настроениям, что идет на пропагандных каналах, да и, по-моему, в простонародье. Но это вряд ли получится. Все, ребят, допишешь, Буба Кики. Ты был раньше здесь на канале, Мэн? Напиши. Просто откуда и почему ты попал сюда? Можешь в комментариях попозже написать. Все, ребят, прорвемся. Пис. Голыми руками не возьмешь. Давай, успехов. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова